Служить в армии стало престижно и модно. Теперь те, кто отдал долг родине, получают ряд бонусов. Например, бесплатное обучение в ВУЗе и даже второе высшее, а также возможность занимать должность в госучреждениях. Для большинства из них это первое в жизни построение. Команд «Становись», «Равняйсь», «Смирно» они еще не знают. Пройдет всего год и их жизни изменятся навсегда. Ведь, пожалуй, столько опыта, сколько молодой человек получает в армии, взять ему больше негде. Ежедневно с Красноярского пересыльного пункта по военным частям страны отправляются десятки призывников. Но сначала необходимо пройти контрольный медосмотр, получить новую форму и попасть на прием к стилисту. В новую жизнь с новым стилем. На самом деле хотел, конечно, в ВДВ выпусков попасть. Виктор Тангих попал на пересыльный пункт из Шушенского. Носить голубой берет он мечтал с детства. Не к простой службе, готовился годами. За плечами высшее образование и несколько прыжков с парашютом. И Шушенская от него, конечно, без ума. Отец Виктора – морпех. Дед служил на флоте. И, видимо, это судьба. Ее воле призывнику предстоит продолжить семейную традицию и вместо голубого берета надеть без козырку. Пап, привет еще раз. Ну, я хотел тебе сказать то, что у меня с ВДВ не получилось, но я не расстраиваюсь. Эта новость Виктора вовсе не расстроила. Теперь он уже строит планы о том, как пойдет в кругосветку. Для него армия – это не долг, а еще одна возможность в жизни. Воды я не боюсь. Очень люблю плавать. Может, да, хотя ничего не страшит такое. Я войду в любой коллектив. Молодые парни перестали бояться служить в армии. Именно это констатируют специалисты. По последним данным, 99% призывников в Красноярском крае пришли в военкомат по своему желанию. Тенденция призывников идти в армию значительно больше, чем это было несколько лет назад. Я сталкиваюсь с тем явлением, что есть молодые люди, которые берут академ-отпуск с высших учебных заведений, чтобы служить в армии вместе со своим призывом. И таких все больше и больше. 1200 призывников уже отправлены в воинские части, где проходят службу. Еще 3000 молодых людей только ожидают своего распределения. Всего в этот призыв в Красноярском крае наберут почти 4000 солдат. Промежуточные результаты показывают, что на сегодняшний день мы имеем процент годности по состоянию здоровья 67%. Что соответствует по всем показателям. На оценку хорошо. Соответственно, сегодня мы имеем такой результат, что 33 отдела военного комиссариата Красноярского края из 46 выполнили задания по призыву граждан на военную службу. Осенний призыв продлится до 31 декабря. Придероссийская армия до Нового года пополнит 150 тысяч срочников со всей страны, что на 3000 меньше, чем весной этого года. Юлия Комлякова, Александр Ермошенко. Новости.